И вот тут немножко о системе уля, то есть я как бы не согласен, вернее полностью не согласен с тем, что нам в какой-то мере не уля насыть мёд, но с пчёлой. Чтобы получить мёд, чтобы получить хороший мёд, не только хорошие пчёлы должны, но ещё быть должны и компактные уля именно. Вот вот нет моего противника. Кто-то на 12 рамочных, кто-то на 10. Я, допустим, перешёл на 8 и занимался 16-ми лежаками, 20-24 рамочных, так как родился вырос в Средней Азии, то есть там у нас вообще магазин не было предусмотрено. Когда я приехал сюда в Красноярск, я буквально уже на следующий вот купил себе пчёл для хороших магазин. И вот возьми магазин, куда бушмир складывать. Чем они мне рождут, эти магазинки думают? Я делаю опять такой улей. И в пример тому, что я не хочу, ребят, я вас сразу говорю, я вас не аргитирую. Это моё субъективно, то есть лично я... Просто исповедуйте и всё, ну. Да, вот поэтому я как бы всегда, не все фотографии, это те, которые были у меня под рукой. Если интересно, посмотрите, зададите вопрос. А они там добивались на клубе, а ты только вот сюда, конечно, что сделаешь? Будем говорить, чтобы убедиться, насколько хорошие пчёлы и хорошая система, ребят. Вот он рой вышел. Да, он один может быть, но не один, а в тот год, когда мы переехали на новое место, у меня всего вышло два роя. Вот один вышел где-то около 10 килограмм рой вышел, этот вышел более 11 килограмм. Тут меня всё акцентажировали, что такие улья восьмерамочные могут упасть от ветра и прочее. Вот испытание Владимир Кириллович проводил. Я говорю, Кириллович, пожалуйста, переверни улей, сломай его. Вот он уплёрся, ребят, и человек, весом 100 килограмм, да, человека. Упёрся по 40, ну, почти по 45 градусов. Но, тем не менее, в шестнадцатом и в семнадцатом году у меня получилась система домино. Стоит пасека. Пасека, в общем-то, так будем говорить, в пределах только моих, там, вот сотка, напарники. Ну, грубо говоря, где-то 160-180 в семейной точке у нас стоит. Ну, и все вместе стоим, не делится. Потому что, как бы, работать со общанием легче. Ну, и вопрос другой. Принцип-то минус. Стоит пасека, целый ряд. Ну, можете представить, что такое два ряда пчелых стоят. В некоторых местах там по три, даже есть по четыре. Ну, довольно прилично. И нигде ни страны, ни первые, ни последние. В середине триули, что там за ветер, как его могло свалить? Триули, один падает, роняет этот, тот роняет этот. И у меня три или четыре улет. Па-па-па-па-па. Сложились. Ну, думаю, ладно, вот что это творят. Переехали в восемнадцатом году на новое место. В принципе, такой, все хорошо, все прекрасно. Мед откачиваю. Уезжаю в Красный Асмир. Викторич, там тебе что-то непонятно. Что такое? Медведь повалял. Понятно, что ветер был, так беру ветер. Вот, я за два года, говорит, уронил. Ну, что он хочу. Я, ребята, я за через три. Раз в три, а то и в четыре года, если у меня там что-то есть. Я либо с Тюхтета завожу, либо с Боготола. Ну, беру у Киржаков пчел. Лесный Асмир. Единственная проблема, сразу скажу, с соседями, да. То есть, это просто мое счастье, что в главе администрации у него тоже занимается пчеловостами. Я ему помогаю, там, с матками, с отводками, где-то там какие-то мранки сделать, где-то суши подкинуть ему и прочее. То есть, у нас как-то там мунисон работает. А вопрос другой, что она мне каждую неделю, в неделю два раза за день, Николай Ильич, решай вопрос с соседями. Ну, то есть, ну, не могу, я тебя уже слышу. Я уже не так тебе пять лет вроде огораживаю. Решай вопросы сами. Ну, как-то с двумя соседями решу, с тремя даже решу. А вот с двумя она никак не получается. Уже и мед, уже и медовую, уже и соты, и водку, и вреди на рыбалку. И с рыбалки едешь, и рыбы дашь. Бесполезно. Надо делать, как администрация в Красноярске. Дом стоит, не хотят съезжать. Все, что такое, все. Кули без пальцев, это плинтусы, да? Нет, это да, водка у меня. Кули стенки 30-ка. А на Алтай, где пальцы? Болейский район. Сосед, да? Сосед. Нет, нет. Это вместо пальцев сделано у меня водка. Нижняя 15 на 15, это 15 на 30. И у меня получается 10-миллиметровый замок. Чтобы стенку строковку не делать, я уже старый винирует добавок. А там вообще надо? Тридцатка. Вот так достаточно. Ну, кедра сразу. Делаю у Лето. Станки, слава Богу, позволяю. Что у меня в обитрежественном углу? Коля, один недостаток. Мы один раз тебя слышали. Пытание с Атоном. Когда ты нам на клубе, это все технология. Полностью. Наталья Дмитриевич. При всем уважении я вам и сейчас могу рассказать. Ну, вкратце. Если все хотите в подружности. Ребята, ну, минимум 4 часа надо. Вот побегте на зло. Вот человек выступал, да? Слава Богу, дай Бог, никто не перебил. Он хорошо понимает. Вопрос другой, Наталья Дмитриевич. Ну, расскажу я вам эту технологию. Кто из вас ее применит? Да я вот сейчас, у меня гора сухого. Единственное, я скажу, что, ребята, вот я перешел на 86 миллиметров подрамочное расстояние. Я в Ваньку свалил. Я дурака свалил. Вот как было 165, так надо было останавливать. Вот казалось было 165 и 86. В два раза меньше, да? А зимовка-то, ребята, стала сложнее. Ну, то есть хуже стала зимовка. Но у меня единственное в дне еще. То есть я... Как же проблема? Есть проблема, то есть уже как бы... Тяжелее пчелы зимуют. То есть подмора стало почему-то больше. Я не знаю, может какие-то другие причины. У меня единственное, что... Технология такая. То есть если я даже делаю отводки, если я даже делаю... Там нуклеусы, там малоформатные теории. У меня есть дно, есть подкрышники крыши. Там все собирается обладать одним этажом. У меня нет запасных... Хотя не у меня есть в наличии. Но когда если мне надо слишком рано-рано весной вывести? У меня... Как бы они стоят, но у меня еще плюс к этим булем. Добавочно там есть вкладыши такие, когда мне надо откуда сделать. Технологии могу рассказать. Технологии, в принципе, отработаны. Она оправдана. И вот говорят, сколько ты можешь... Ну, проще говоря, я весной оставил себе 29 улей. Остальных я продал всех. Привер сюда, в Красноярск, продал. С 29 оставшихся улей я пустил... Я накачал... Со всех я накачал сразу скажу. Около 5 тонн. Ну, 4 тонны где-то в жрун, ну, как бы во флягах. И плюс остатки я накачал сотовые методы отобрал. Вот, но я сделал специально в прошлом году сделал двухрамочные отводы на две рамки расхода, на одну рамку расхода, и на три рамки расхода. И я понял, что для нашей зоны, вот для той зоны, не для нашей, как для Алтайской зоны, будем говорить о двухрамочные отводки на две рамки расхода. Они мне дали, я вам даже могу их показать эти ули. Они мне дали пол-16 рамок магазинных. Я накачал мёда. Стопроцентные опечатки мёда, заметьте. Но, сразу скажу, у меня в вули, в гнезде мёда, было только одна первая восьмером. И не старая только я компенсирую за счёт чего. У меня у сына была пасеком, но он где-то он 12 рамочных, любил, ну, хотел заниматься. Ну, сейчас бросил он это дело, забил там, ладно. Вот за счёт того, что у меня 12 рамочные, и я ещё после них стараюсь, когда снимаю корпусы магазины, я, будем говорить так, 10-12, ну, до 15 рулев, они у меня стоят в двух корпусах, 8 и 8, 16, ну, на 16 рамках. Вот за счёт того, что у меня такая компенсация, я могу часть этого рамок добавить именно от этого отводка. Я последний сделал августовских отводков, 24 штуки, потом 4 всё-таки я сократил. И сократил именно те, которые делал на одной рамке расхода и на одной, на одной кроющей, вот так вот. Ну, кроющей сейчас не будем брать внимание, чтобы было для всех понятно, что рамка расхода и две рамки расхода, но это не пятачки в рамке, а именно рамка расхода. Вот понятно, когда у вас хотя бы 0,80, ну, 80% вот этой площади занято. Вот это я считаю. А то, что вот такой пятачок на рамке видели, вот у меня пчелы на трёх рамках сидят. Ну, а чем ещё, чем это хороша? Вот эта 8-м рамочная система, то есть, они очень быстро доходят, но вы увидите, да, в стрелковой фотографии есть одуванчик только от свёрт, на скольки корпуса стоят. Вот эти все, которые без магазинов стоят, это уже стоят отводки, и которые даже без магазина, вот это уже стоят отводки. Значит, 1-4, у меня при росте весной развалита получается 1-4, но хочу сказать, что трёхрамочные как бы невыгодно делать, самое выгодно 2-грамочные. То есть, даже если он 8-м рамок перезимал, а вышло от зимовки. Единственное, что я не убираю старых маток. Они у меня как доноры. Я сделал отводки, а матку оставил на месте, всю лёдную пчелу собрал на неё и прочее, прочее. И за счёт того, что матка как бы старая на своём месте, я делаю отводки, матки облётываются, я потом со временем, если надо, меня ещё подселить. А от этой же матки в течение лета могу ещё 4-5-6 рамок как раз плода забрать. Вот за счёт этого у меня как бы получается, что 1-4. Ну, в конце концов, эту матку ставлю тоже не меняю. И получилось, вот то получилось. Ну, вот эти вот даже двухрамочные отводки, они дали мне по 16 магазинных рамок. В общем, я не знаю, если технология интересна кому-то. Я готов поделиться и рассказать. Само что интересно, вот в одном этом магазинке, у меня все рамки 8 штук. Неважно, магазин или корпус. У меня, кстати, есть на 230-е, даже часть комплектации сделана на 230-ю рамку, потому что у меня были раньше доказаны, чтобы привести в чё именно вот наруковскую систему. И мне пришлось сделать где-то порядка комплектов 40, наверное, 50. Я сделал ещё комплектацию на 230-ю рамку. Но у меня в магазинке стоит 8 рамок, так как они в рабочем состоянии. А когда я перехожу на вывод маток, у меня получается 12 стоит. Но рамки стоят поперёк гнезда. То есть эти 8 так, то 12 поперёк. И вот за счёт этого, за счёт этого, что я делаю отводки и выращиваю маток, я не разрываю, как бы не нарушаю биологической целостности гнезда. Вот это самый важный фактор. Если сможете добыть этого, то, ребята, можно помнить. Если так у вас стоит на холодный занос. Да, надо горять на тёплый занос. В 12. Не-не-не-не-не. Вы воткнете рамку и развернете так. У меня стоят, я с ней сказал, что эти рамки ставлю. У меня 8 так. То есть магазинка это рабочий магазин. Мне не надо маток выводить. Я её просто в эти 12 рамок рассажу по нуклеусам или делаю отводки. Ставлю 8 рамок. И она мне как штатная единица на улице стоит. То есть она, вот то, что вот улей перед вами стоит. Посмотрите. Всё. Ничего другого у меня нет. Размер рамки какой? 435. Ну, если вы 8 рамочные. А, если 8 рамочные. Я же вам проули, вы меня сразу задаёте. Я вам сразу отвечаю. Если вы вот так вот поперёк не поставите рамку, она не войдёт только физически. Нет. У меня... Вот я хотел с человеком. Я когда спросил, как у него. У меня сейчас запущено... Я сейчас не помню, наверное, что в 15 и я пустил маток запасных. Именно вот по такой системе. там рамка другая. Конечно, самодельно. Но... Насколько она? Ну... Получается 285 на... Чистого... Площадь 100, я имею ввиду. У меня... 285 на 140. Ну, то есть иного размера. Иного размера. Иного размера. Да, но она именно сделана под этот. Ну, самое что интересно. У меня, говорится, не было счастья, но несчастье помогло. У нас тут был такой, так говорит, товарищ полковник, сейчас он не ходит на сан-саных. И вот он меня взял каждый год. Коль, ну возьми этот, ну возьми. Как он малоформатник или как вы его называете? Оружебелонное. Оружебелонное. А, оружебелонное. Мне как-то ну неудобно. У меня как бы вместе служили там. Ладно, сортально издавать. И получилось как-то я заселил райком. Вот, а потом что-то разбираю. Сюда надо было везти. Я могу эти магазинки снять. А гнездо, который там... Решил назад привезти как подарок сделать. И потом сижу, разбираю господи. Вот оно решение проблем. То есть не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть сейчас эти рамки рожебелонное? Ну они не рожебелонное. Ну, по словам, рожебелонное. Ну самое что-нибудь интересное. Я вернулись двощины, трехсотой. Я ее режу на три части. Ну тут получается промежуток. Ну для того, чтобы они застраивались, я просто рамки меняю местами. Вот, тем более, видишь, как служит оппонент. Попробуйте, если ровно толстый накрули, опыт доклада был. Одного без. Чем здесь можно следить? В общем, вроде же разных рамок форма. Ребята, вот эти рамки, они у меня только работают лето. Если мне надо там, допустим, 20-30 запустить маток за посолью. В зиму. Их просто оставиваются. А так она штатная единица. Но не хотите вы маток выставки. У меня же все равно работает с Галимановскими решетками. Их также откачивают. Нет, я их просто люди пришли. Продай рамку-то нам. В общем, в этот конкурс ставится по-другому, да? Версно. Все по-другому. Три. Даже четыре. Но сейчас я хочу на три перейти. Все-таки четвертая рамка. Я по носу со стороны господствующих ветров. Неплохо развивается. Хуже облеждаются. А вот на три стороны. Две на холодные, одна на теплый донос. Три стороны. То есть я их как бы доставлю со стороны господствующие в задней стенке. И у меня прекрасный взлет на три стороны. Но облёт стопроцентный. А между основной сомнёй там пленки нет? Только где она? Нет. Или глухайся. Или глухайся. Давайте вам просто сейчас расскажу. У вас доросла семья до восьмерам. Вам надо расширять. Ребят, но это конец апреля, да, месяца. Конец апреля. Жалко. Могу второй корпус поставить. Но у нас всегда, знаете, перед цветением черёмуха на черёмуху бывает возвратные морозы. А в прошлом году, в восемнадцатом году, вы сказали, в восемнадцатом или восемнадцатом, в мае прошел снег. Девятнадцатого. А это за девятнадцатого. Хорошо запомнить день пеничной организации. Если бы это расширил бы сразу, да, то вот эти вот дневцы, аскаферу, аскаферу. Кстати, мы еще вернемся. Тут может быть для того-то новенького, скажем. И я, у меня вот это тули, я его как называю, это вот детская игра, такая лего, да, которую можно собрать и конструктор, то есть и самолет, и кремль построить, там есть дом построить. То есть я ставлю наверх, расширяю. То есть расширяю только тогда, когда у меня вот эти восемь-десят шесть миллиметров квадрамочного расстояния с забитым пчелой. То есть, ну, если вы чуть только образеваете, начнут не тянуть языки. Но я сейчас вышел от этого, отошел, вернее, решил эту проблему с этим настройкой языков. Слава, дай Бог, здоровья Иван Николаевич показал. То есть, и получается, я ставлю, расширяю первоначально, после выхода зимовки, я расширяю их только магазинами. В этом случае я не вложу галимановские решетки. Матка у меня такой прекрасный магазин, и у меня тогда, получается, объем двенадцати рамочного уля то, что будет все держать. То есть я ничего не потерял. Вот. Она дошла до двенадцати рамочного уля, но пока она матка в магазин подсеяла, каждый день там уходит уже две с половиной, то есть уже к 8-му, к 10-му маю, у меня уже под низком опять столько пчелы. Вот в этот момент просто беру дыма, открываю все эти курсы. У меня, кстати, полсяком нет. У меня подкрешник, он вместе с дном, с фанерой, в нем потолочено, да. Но в ней предусмотрено окно 90 на 300 миллиметров. И плюс еще под кормушку у меня. То есть я через это окно проверяю, на тот случай, если начну где-то по ходу, обрабатывать поля пензицидами, чтобы пасеку никуда не вывозить. У меня сзади в дне 4 отверстия 30 миллиметров. Я открываю пробки, открываю эту вентиляцию, накрываю крышки, ложу туда губку с водой наверх, либо в кормушку могу залить водой. И все, и хоть 3-4 дня, а не пчелы, они... То есть у них нет никаких проблем. Но единственное, что перед тем, как вот эту процедуру делать, я добавляю сразу по одному магазину на всю улицу. Без разговора. Если там достойны, там они расширение это расширяют. Ну это как бы уже другой вопрос. И вот в тот момент, когда матка отработала в магазинке, а это все на одном дне, и все под одной крышей. Мне нужно ставить уже корпус. То есть, ребят, уже мая месяц. Мне же когда-то еще мед нужно набрать этот отводки сделать. Вот тут я просто продымливаю магазинки. Матка вся туда сразу вниз. Я снимаю магазинку, ставлю корпус, ставлю сразу 8 рамок вращения. Сразу. Я просто тупо 4 рамки с гнезда вытаскиваю. 4 магазинных рамки с корпуса, которые приношу. Я от гнезда 4 рамки достаю, ставлю 4 рамки сюда. А в это место, откуда вытащил расплод, я туда ставлю 4 рамки вращения. У меня получается шахматная доска. В нижнем корпусе здесь расплод, в верхнем здесь. То есть, симметрично, по диагонали, если взять, тут вращения, тут расплод. Ставлю галимановскую решетку, и на 7, на 8 суток ставлю магазинку. Что вы, наверное, не ему уже расплод бросить. Что вы там? В это время у меня уже как бы маточники на выходе. То есть, для меня сделать отводок, ну... То есть, я не нарушаю, как бы я жду до того, что у меня в каждом этот спорт как раз был, сколько нужно пчелы рабочей на выход одной матке. Для хорошей матки, да, как вы сказали, не менее 300 грамм. 250, я сказал 300 грамм. Но, ребят, мало того, что там у меня пчела, у меня там минимум, как из 12 рамок, минимум как 9, а то и 10 рамок уже с расплода. И вынимаю, делаю перегородки, вставляю, они у меня с пропилами сделаны. Открываю добавочные литы. Единственное, что у меня к этому случаю, сделано дополнительное дно, где я... То есть, всё. Я только в тот момент забрал, когда мне надо вот уже завтра, послезавтра маток раздать. Я снял, но этот... Вот так вот технологии. Как насчет... Ребят, я вас не агитирую за эти 8 рамок.